Чем ближе сентябрь, тем больше суеты в магазинах с товарами для школьников. Львиную долю средств нужно отдать, конечно, за одежду. Она, по словам продавцов, за год подорожала где-то на 10-15%. На канцелярию в среднем уйдет порядка 4 тысяч рублей. Цена на канцелярию по сравнению с прошлым годом практически не выросла. А на некоторые школьные товары, например, рюкзаки и пеналы, она и вовсе упала с учетом скидок, поскольку очень большая конкуренция с маркетплейсами. Общие траты барнаульцев на сборы в школу исследование рекрутингового сайта оценило в 12 тысяч. Хотя многие родители и с этой статистикой поспорили бы, доказав, что денег уходит больше. По данным того же сайта в Москве и Санкт-Петербурге, закупка всего необходимого к учебному году выйдет на 25-30% дороже. Притом, согласно опросу, около 9% российских семей берут на это кредиты. Однако есть и другой вариант для малообеспеченных и нуждающихся. Доброе утро. Здравствуйте. Можно вещи принять? Да, спасибо вам большое. Конечно, можно. В будущем? В будущем один стекласснику, наверное, да? Смотрите, какой. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в опасном социальном положении, уже 15 лет существует акция «Соберем детей в школу». Она проводится по всему краю. Неравнодушные люди в течение августа сдают в специальные пункты одежду, обувь, игрушки и канцелярию. Мы живем рядышком, все время наблюдаем за деятельностью центра, видим, какие мероприятия проходят, что здесь все сотрудники нацелены на то, чтобы помогать людям. И мы тоже решили приобщиться. И какие-то лишние вещи, которые дома накопились, решили просто отнести и все. В Барнауле нуждающихся семей свыше полутора тысяч. Помимо сборов в школу, им оказывают помощь и другими способами. Все ради того, чтобы дети жили в лучших условиях. Мы разговариваем о том, что в доме сейчас. Есть ли в наличии продукты, действительно работает ли электричество, работает ли газовая плита. Наши коллеги помогают собрать необходимые документы для того, чтобы подать эти документы, эту материальную поддержку. Также для детей из этих семей проводят мастер-классы и праздники. Ближайшее торжество в честь грядущего дня знаний пройдет уже в следующую пятницу в парке Центральном. После развлекательной программы более чем полтысячи первоклассников получат ранцы со всеми школьными принадлежностями. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.